Ровно 121 год назад мир увидел первые движущиеся изображения, воспроизведенные на экране, которые позже воплотились в мультипликационное искусство. Отечественная же анимация появилась спустя 75 лет. В 1967 году вышел в свет мультфильм «Почему у ласочки хвост рожками» Амена Хайдарова. Тогда на создание одной минуты фильма уходило до месяца работы. Сейчас мультипликация шагает в ногу с техническим прогрессом. В 2008 году в казахфильме появилось современное оборудование. С тех пор на экраны вышли около 30 мультфильмов. У нас, конечно, оборудование не как у студии Дисней. Там над одним фильмом работает тысяча человек. Уровень, да и оборудование немного другое. Но, в принципе, есть возможность создавать. Сейчас в казахфильме активно работает ещё над одним короткометражным мультфильмом. «Тастулек», повествующий о дружбе между человеком и птицей. Все герои создаются и рисуются аниматорами. Работы начались в августе, а увидеть на экране фильм казахстанцы смогут в канун Нового года. «Процесс сам увлекательный. Сейчас, конечно, проще. Раньше, например, приходилось мараться в краске при создании персонажа. Сейчас на компьютере всё происходит». А самый первый полнометражный мультик «Ертостик» вышел на экраны в марте этого года. По словам специалистов, времена суперменов и бэтменов уходят. Сейчас стараются показывать отечественный продукт. Хотя зарубежные мультфильмы стоят гораздо дешевле. Кроме того, впервые в Казахстане создана анимационная студия «Казахмультфильм». «Хочется, чтобы дети знали героев казахские сказки. Не забывали. Как и раньше, сейчас нам не хватает специалистов, в том числе и сценаристов, и аниматоров. Мы готовы работать над новыми проектами. Финансов хватает». Уже к Новому году в «Казахфильме» обещают показать ещё четыре новых мультфильма. Также одна из успешных лент казахфильма будет снята в формате аниме.